МОРМОНСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 2006 году во всем мире служили 53 с лишним тысячи полновременных миссионеров, которые работали в 344 миссиях Церкви СПД по всему миру. В 2006 году они крестили 273 тысячи новообращенных, то есть 54 тысячи миссионеров крестили 273 тысячи новообращенных. На каждого миссионера приходится примерно по 4 человека. Количество крещений на одного миссионера считается показателем эффективности этой миссионерской работы и поэтому руководство Церкви было крайне обеспокоено тем, что эта цифра снизилась с 8 человек на одного миссионера в 1989 году до 4-5 человек в 2005-2006 году. То есть скорость крещения новых членов уменьшилась практически в два раза. Здесь очень важно понять вот какую вещь. Дело в том, что у мормонов в церкви культивируется очень почтительное отношение к миссионерской деятельности. Миссионерская деятельность профессионально в течение двух лет для мормонов является принципиальным условием того, чтобы потом развиваться как в духовном плане, так и в плане карьерном. То есть человек никогда не сможет получить хорошего места в церкви и не может рассчитывать на то, чтобы в конце стать богом, если он два года не прослужит на миссии. Но помимо этого людей постоянно учат тому, что миссионерская деятельность является почетной и хорошей. С самого детства мормонов объясняют, что два года проведенные на миссии это самые лучшие годы вашей жизни. Миссионеры, которые вернулись из других стран, они постоянно выступают у себя в собраниях, рассказывают о том, как замечательно они провели два года и как замечательно бог использовал эти два года в их жизни, для того, чтобы вырастить их духовно, физически во всех остальных отношениях. И поэтому на протяжении всей своей жизни, с самого детства, мормоны копят деньги, для того, чтобы иметь возможность потом поехать на миссионерский проект. Здесь надо иметь в виду, что церковь не оплачивает мормонам миссионерские поездки. Они сами собирают деньги по своим знакомым и друзьям, для того, чтобы иметь возможность два года провести на миссии в другой стране. Интересно, что большая часть мормонских миссионеров это очень искренне хорошие люди, с которыми очень приятно общаться, которые действительно искренне болеют за то дело, которое они совершают. Это люди, которые действительно за свои деньги едут в другую страну, перед этим проходят очень серьезное обучение, для того, чтобы донести до людей, которым они проповедуют, истину, в которую они верят. И часто, или какое-то время от времени, можно встретиться с мормонскими миссионерами, которые приехали туда из конъюнктурных соображений. То есть, они знают, что им необходимо побывать на миссии, чтобы, вернувшись обратно, получить хорошую работу, или завести хорошее знакомство, или продвинуться по карьерной лестнице в церкви. Поэтому они просто знают, что им необходимо отбыть два года, выполнить все, что от них требуют, а потом вернуться обратно. Но за время своего общения с мормонскими миссионерами я таких людей практически не встречал. Большинство из них это очень искренние, хорошие, образованные люди. Причем, многие мормонские миссионеры, на самом деле, имеют хорошее образование. Потому что, из тех миссионеров, с которыми я общался, очень многие люди, они уже заканчивали или закончили обучение в высших учебных заведениях. То есть, это были люди, которые действительно имеют серьезную подготовку, серьезное обучение, и которым, в общем-то, есть о чем рассказать людям. И за счет того, что, как правило, это молодые люди, спортивные люди, ведущие здоровый образ жизни, они очень привлекательны для тех людей, с которыми не общаются. Привлекательны не в плане физическом, я имею в виду, а именно они располагают к себе и очень легко находят общий язык с людьми, которым проповедуют. Среди мормонов есть не только мужчины, есть и женщины. Как правило, это женщины не младше 21 года. И, в отличие от мужчин, они служат не 2 года, а 1,5 года на миссии. Мормонские миссионеры, их можно хорошо узнать. У них обычно на груди висит такая черная табличка, где написано «Церковь Иисус Христа Святых Последних Дней». Старейшина такой-то. Старейшина и фамилия. Интересно, что мормонские миссионеры никогда не называют своего первого имени. То есть, если вы спрашиваете, как вас зовут, они говорят «старейшина Джонс» или «старейшина Питерс». Если вы спрашиваете их первое имя, они обычно отказываются сказать. За этим стоит конкретное правило, которое существует в церкви. Они не хотят сближаться с людьми, чтобы не допустить каких-то связей неправильных, нехороших. У девушек обычно на груди висит табличка, на которой написано «сестра такая». Сестра Виллис, сестра Петерс или как-нибудь еще. Помимо того, что церковь посылает молодых миссионеров по всему миру, среди миссионеров есть также и пожилые супружеские пары. Те люди, которые выходят на пенсию, церковь предлагает им поучаствовать в миссионерской деятельности. Срок служения колеблется от трех месяцев до 36 месяцев в зависимости от физических и финансовых возможностей. Например, когда я ездил в Хельсинки, чтобы посетить тамошний храм, не сам храм, потому что туда не пускают посторонних, а просто побывать на территории храма, я там встретился с одним человеком, достаточно пожилым, который тоже уже отработал в США какое-то время, уже ушел на пенсию и добровольно отдал какое-то время своей жизни, порядка года, для того, чтобы поехать в другую страну и там, в этом храме, встречать гостей, рассказывать им о том, что в храме происходит. Опять же, делает это за свои деньги, церковь ему никакой зарплаты не платит. По сути дела, церковь мормонов сумела создать в своей среде настоящую миссионерскую культуру, где все усилия направлены на то, чтобы стимулировать молодых людей и девушек идти и отдавать часть своей жизни проповеди того учения, которым они занимаются. И в силу того, что мормоны с самого детства готовятся к тому, чтобы служить на миссии, соответственно, результаты их деятельности достаточно высоки, достаточно эффективны. Где-то в конце 80-х годов Олтер Мартин, автор книги «Царство культов», говорила о том, что мормонская церковь одна посылает по всему миру больше миссионеров, чем все христианские церкви вместе взятые. Тогда количество миссионеров было примерно равно тому, что они посылают, тому количеству, которое они посылают сейчас. Каждый миссионер, который отправляется на миссию, предварительно получает очень серьезную подготовку. Как я уже говорил, изучает языки, изучает культуру и обычаи той страны, куда они собираются поехать. По всему миру существует 17 специальных центров подготовки миссионеров. Самые крупные действуют в США при университете Бригема Янга. Обучение занимает от 3 до 12 недель. То есть, представляете себе, 3 месяца человек готовится к тому, чтобы куда-то поехать. И они изучают историю церкви, правила поведения, методы проповеди и, опять же, иностранный язык. В последнее время мормоны несколько изменили свою финансовую политику. Опять же, до сих пор мормоны сами собирают деньги для того, чтобы оплатить свое миссионерское служение. Но, как вы понимаете, в разных странах деньги работают по-разному. То есть, в какой-то стране за доллар можно купить очень много и прожить там целую неделю. В какой-то стране за доллар нельзя купить коробку спичек на улице. И поэтому мормоны в последнее время начали перераспределять деньги между миссионерами. То есть, в тех странах, где доллар котируется не очень высоко, где нужна большая сумма денег, чтобы прожить, этим миссионерам передается часть пожертвований, которые собраны миссионерами, где меньше денег нужно. В тех странах, где меньше денег нужно для того, чтобы прожить месяц или год. Те, кто не смог собрать нужную сумму, сейчас могут обратиться в специальный фонд церковный, который выделяет им некоторую сумму денег, чтобы они все-таки могли на миссию поехать. Во многих регионах мира, для того, чтобы помочь миссионерам прожить вот этот срок, члены церкви, которые живут в этой стране, приглашают миссионеров к себе на обед, или на ужин, или на завтрак, чтобы тем самым уменьшить их расходы на жизнь и на питание. Помимо обычных миссионеров, в церкви мормонов есть еще так называемые служебные миссионеры, которые отправляются на работу в бедствующие регионы, которые занимаются генеалогическими исследованиями и обслуживают центры для посетителей. Такие туристские центры, которые мормоны создали по всей территории Соединенных Штатов. Существуют еще и гуманитарные миссионеры. Это специальная группа людей, которые едут в бедствующие районы и там занимаются благотворительной помощью. Эти люди не обязаны проповедовать, у них нет какой-то особой формы одежды, в отличие от обычных миссионеров. Если культура не принимает местных миссионеров в особой форме одежды, они могут ходить в обычной. Тем не менее, эти люди занимаются очень серьезной большой работой и очень активно стимулируют интерес к мормонской церкви среди местных жителей. В 2006 году количество служебных и гуманитарных миссионеров составляло 3,5 тысячи человек. То есть 54 тысячи миссионеров, которые едут с целью проповедовать и не занимаются больше ничем. И еще 3,5 тысячи людей, которые едут в бедствующие страны, в какие-то районы, где нужна физическая помощь и там занимаются именно гуманитарной работой. Обычные миссионеры, которые ходят по улицам с карточкой на груди, у них, как правило, тоже есть небольшая квота времени, которой они уделяют общественной или благотворительной работе. Как правило, это порядка 4 часов в неделю. Вообще интересно, что мормоны действительно серьезно относятся к такого рода мероприятиям, к такой работе на благо людей, на благо общества. В Выборге в свое время была такая интересная ситуация, когда я возвращался в воскресный день после церкви домой и увидел, что какая-то группа людей на каком-то пустыре заброшенном в Выборге просто убирают мусор. И сначала я хотел пройти мимо, там смотрю, знакомое лицо, один из мормонских миссионеров, без рубашки, без галстов, какой-то футболки в шортах. Я к нему подошел, говорю, что вы тут делаете, и он говорит, что просто решили в воскресенье пойти и убрать мусор в тех местах, куда дворники не добираются. Действительно, у мормонов у многих есть хорошее, любящее отношение к людям, которые живут вокруг. И нельзя воспринимать их деятельность только как способ заработать себе некое уважение или способ заработать себе некие баллы для будущей жизни. То есть люди на самом деле искренне относятся к тем людям, которые живут вокруг них и хотят им помочь. То есть человек действительно отдает два года своей жизни на то, чтобы сделать нечто хорошее, то, что он считает полезным для себя и для других людей. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com В чем отличие миссионерской деятельности мормонов от, скажем, христианской, есть один очень серьезный момент. Дело в том, что христиане, когда они ходят и проповедуют людям о Христе, они знают, что их проповедь отделяет в жизни человека жизнь от смерти. То есть мы знаем, что если человек не услышит проповедь Евангелия и не покается, то он обязательно погибнет. Мы идем и проповедуем, чтобы спасти других людей. В мормонской церкви представление о проповеди немножко другое. Дело в том, что по учению мормонов практически ни один человек не погибнет. То есть он получит ту или иную степень славы после своей земной жизни. То есть не обязательно все будут богами в самом высшем уровне небесного царства, но тут или иную степень общения с богом, не адские мучения, а именно какую-то степень вечной жизни получат практически все. Поэтому мормонские миссионеры, они не столько спасают людей, сколько помогают им получить более хорошую участь в будущей жизни. И поэтому в отличие от тех же свидетелей Иеговы, которые сломя голову, носятся по квартирам людей для того, чтобы спасти их от грядущей погибели, мормонские миссионеры никуда не торопятся. Они все делают очень спокойно и размеренно. Они могут позволить себе прийти к вам домой, посидеть с вами, выпить какой-нибудь зеленого чая, потому что черный чай они не пьют. Ну обычно даже не зеленый чай, а какую-нибудь заваренную травку, мяту или что-нибудь в таком духе. Поговорить с вами, посидеть, пообсуждать какие-то миссионерские бумажки, которые им выдали. Постоять на улице, порассказывать людям о книге мормона. То есть это все делается спокойно, размеренно, без надрыва. И в отличие от тех же свидетелей Иеговы, мормоны не бегают по квартирам, вот так как мы видим бабушек журналами «Сторожевой башни». У мормонов все это происходит очень спокойно и с таким внутренним достоинством. Ежегодно мормонская церковь тратит несколько сотен миллионов долларов на миссионерские программы. Причем в эту сумму не входит поддержка финансовая миссионеров. В основном эти деньги идут на рекламу в средствах массовой информации и на обустройство и поддержание информационных центров. По всей территории Соединенных Штатов мормоны создают такие специальные здания, информационные центры, куда любой человек может прийти и получить информацию о мормонской церкви. Обычно эти здания находятся в тех местах Соединенных Штатов, где происходили какие-то события, связанные с мормонской историей, или в местах, куда приходит наибольшее количество людей. Например, очень большой информационный центр мормонский находится на Гавайях, один из самых популярных американских курортов. С другой стороны, я рассказывал вам о том, как мормоны в конце 40-х годов совершали вот этот путь, исход из западных штатов в восточный. Там погибло очень много людей. Вдоль всего пути, которым прошли эти караваны, находится мормонский исторический центр. И, собственно говоря, весь этот путь сейчас обозначен и на картах, и там проложен специальный маршрут. Так что любой человек, который интересует эту историю, может просто физически пройти всю эту дорогу, останавливаясь по пути в гостиницах и заходя в информационный центр, где ему все расскажут. В одном из таких центров мне довелось как-то побывать. В Калифорнии, в городе Сан-Диего, есть небольшой информационный центр, который посвящен, казалось бы, совершенно незначительному событию. В свое время, когда в Калифорнии шла очередная американская война, мормоны сформировали отдельный батальон, который назывался мормонский батальон. Этот мормонский батальон должен был прийти к месту боевых действий и принять в них участие. Но он не успел. К тому времени, когда они дошли в Калифорнию, боевые действия закончились. Тогда мормонский батальон просто осел на этом месте и фактически его члены стали одними из первых жителей города Сан-Диего. И вот в ознаменовании этих событий мормона построили в городе Сан-Диего, в старой его части, специальный информационный центр, куда любой человек может прийти и посмотреть какие-то материалы о том, как это происходило. Совершенно незначительное событие, которое мормоны используют для того, чтобы рассказать людям о своих корнях, о своей истории. Ну и, конечно, каждый храм, который мормоны построили, сам по себе является огромным привлекательным центром. Каждый раз, когда какой-то новый храм открывается, мормоны устраивают огромную информационную компанию, где пытаются рассказать людям о том, что представляет собой церковь. И при каждом храме есть тоже центр для посетителей, куда любой человек может зайти, получить информацию о мормонской церкви, посмотреть видео о том, что происходит внутри храма и узнать о том, где есть собрания, которые можно посетить. Мормоны относятся очень серьезно к тому, чтобы давать людям такую популярную туристскую информацию и привлекать людей в свои собрания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok